Любишь красивые автомобили? Стэнс и дрифт? Тогда тебе прямая дорога в мой паблик! Там выкладывается тонна годных тачек каждый день! Тем более, именно там ты узнаешь всю информацию из жизни моего канала! Когда стрим, когда новое видео и так далее! Тем более, у нас там дружеская комьюнити, где ты не боясь можешь спросить, что за тачка на фото, или написать стихотворение о любви к Субару! Подписываемся! Ссылка в описании под видео! Всем привет, друзья! С вами Дима Ванпойнт, и мы продолжаем играть в Juiced Hot Import Nights! Итак, в предыдущей серии мы открыли новую лигу, и я сказал, что нужно покупать новый автомобиль. Да, друзья, я знаю, что Nissan Skyline можно прокачивать дальше, и прям практически до последней лиги можно на нем просто тащить. Но, но, в чем фишка, ребят? В чем фишка? Мне хочется, чтобы, ну, все-таки у нас автомобили каждый раз были какие-то новые и интересные. И поэтому я вас попросил выбрать новый автомобиль, и практически все выбрали Lancer. Причем не вот этот 10-й, кстати, некоторые выбирали 10-й, но выбрали вот этот вот 8-й. Где ты, мой красавчик? Да, вот он, Mitsubishi Motors. Итак, это Lancer Evolution, 8-й, GSR. И, кстати, я тут немножко набил еще деньжат на него, 455 тысяч, я думаю, нам должно хватить на его прокачку. Итак, ну что же, покупаем мы этот автомобиль из сохранения игры. Итак, мы теперь обладатели нового автомобиля, Lancer. Итак, готово. Хорошо. И давайте немножко его прокачаем, потому что у меня есть такое небольшое подозрение, что нас вполне себе в этой лиге могут дергать. Итак, внешний вид у нас будет потом. Давайте сначала пойдем в мощность и модифицируем нашу машину хотя бы просто в первую категорию. Итак, мощность. Кстати, ребят, да, я прочитал все ваши комментарии и знаю теперь то, что если наклеить наклейки производителей, вот, например, вот здесь вот, какие есть у нас, то можно получать от них 5% скидку. Но я пока что, ну, там не 5%, я не знаю, сколько процентов скидка будет. В общем, я понимаю, что от них можно получать скидку, но фишка в том, что я в последнее время решил как бы просто, блин, не наклеивать их. Я сначала, конечно, подумал, надо что-нибудь присобачить, чтобы скидочки были, а потом подумал, столько денег у меня, а нахрена это вообще нужно? Может быть, конечно, дальше будет все хуже с деньгами, но сейчас пока что все хорошо, поэтому не будем заниматься дрочерством уж таким совсем. И я вот сейчас, как видите, просто ставлю наугад фирмы, потому что ничего особо не меняется. Уменьшение веса делаем, и теперь наш ланцер должен быть еще круче, еще быстрее. Кстати, еще читал комментарий насчет того, что этот ланцер не очень хорошо управляется, типа его заносит и так далее, но что поделать? Думаю, я к нему привыкну. Так, что-то этот пампер какой-то колхозный передний, вот этот уже поинтереснее, поинтереснее. Такой Sea West, ага, такой Charge, тоже неплохой бампер, Juiced, ну тут как всегда от разработчиков просто лютая колхозина. Так, Whale Side, кстати, тоже неплохой, мне нравится, прям такой ковш. И с карбончиком Yaris, ну давайте Whale Side вот этот вот поставим. Ну блин, мне нравятся, когда большие широкие бампера, что с капотом у нас, вот этот, такой. Слушайте, капоты практически не отличаются. Такой, такой, и Yaris карбоновый. Ну давайте, чтобы было все круто, поставим карбоновый компот. Серьезно, я хочу сказать, компот, ну ладно. Так, карбоновые фары, такие фары и... Понятно. Кстати, вот это вот, если такие фары поставить, у нас тачка будет прям как-то для тайм-атака. Так, ну ладно, я как всегда фары менять не буду, потому что тут раз поменял, и все меня в комментариях засрали, типа, Димон, что за фигня? Зачем ты фары поменял? Гребаный ты колхозник и так далее. Так, Sea West, боковые юбки у нас, мне кажется, тут такие должны быть. Так себе все, Juiced, как всегда. Whale Side, Whale Side. И такое. Вот Yaris, кстати, неплохо смотрится, боковая юбка. Ну давайте поставим такую, чтобы у нас все по стилю было. Все как нужно, колеса потом. Давайте задний спойлер, можно вообще убрать. Такой, Sea West, Sea West, Charge. Ой, хороший спойлер. Такой Whale, ух, нихрена. Это ж прям жесть, как выглядит. О боже мой, это что за фигня? Так, Sea West, ну Sea West, как всегда, ДУЛАК. Такой, такой, Charge, Ed, Wings. Так, а эти спойлера, что ли, на все тачки ставятся, по ходу дела, да? Так, что у нас там по Sea West есть? Такой слишком маленький, мне кажется, будет. Надо что-то побольше закорячить. Совсем большую лавку не хочу. Whale Side. Блин, поставить, что ли, этот Whale Side, ну что-то какой-то он прям... Ладно, ладно, все, я понял, я знаю то, что вы напишете, поэтому давайте хотя бы такой спойлерочек небольшой поставим, чтобы все аккуратненько смотрелось. Так, задние бампера, вот это вот интересно у нас уже. Такой, такой, такой. Charge. Ух ты, Charge какой жирненький-то, ребята, офигеть, какой жирненький Charge. Жирненький-то, блин, ну как-то, ну я не знаю, ну неправильно, что ли, вкуса не было. Что такое? Whale Side. Да ладно, мне что, нужно будет такой на жопу поставить? Давайте, наверное, такой поставим, да, и с карбоном. От Yaris. Да, вот так вот. И что у нас тут есть? Что-то такое, легкий, карбонный, не пойму. Что-то типа чуть посветлее и чуть потемнее, а разница, разница непонятна. Так, номерной знак менять не будем, задние фонари. Что у нас можно с задними фонарями сделать? Это карбон опять, краска. И полностью затонировать, хорошо. О! А я не знал, что здесь есть широкий обвес. А, ну это типа полностью комплект от Yaris'а. Не, ну в принципе он неплохо смотрится. Но что-то карбон уж прям везде совсем. Это сейчас уже не то. Вот такой вот мой обвесик, мне кажется, получше будет. Так, тонирование. Давайте, тонером мы еще не заливали ничего. А, и чего? А тут типа мы совсем тик сделать не можем, да? Или можем? Давайте черники. А, вот, да. И можем вообще наглухо все сделать. И больше тонировочки. Так, настройка клиренса. Вот это самое интересное. Давайте прямо в минус уведем. Хорошо, хорошо. Мне это нравится. Переделка дверей. Кстати, да, ребят, открыл эту фишку. Ну давайте сделаем для понтов просто. Так, сиденье. Я не знаю пока что в какой цвет будем красить автомобиль. Может быть даже такой желтый оставим. Ладно, сиденье не будем менять, хрен с ними. Рулевое колесо. Надо уж что-то моднее поставить, мне кажется. Даже не знаю, какую руль выбрать. Давайте такой попроще, чтобы было. И что, крыша. Что можно сделать с крышей? Карбон. А, все, я понял. Я же вечно забываю то, что здесь можно воздухозаборники на крышу поставить. Ну давайте обычно вот это, как всегда, поставим. Так, ну что же, теперь выбираем колеса. Блин, я даже не знаю, какие колеса ставить на ланцер. Ну давайте кёнинги посмотрим. Такое, такое. Такое, такое. Странненько. Так. Блин, такие катки что ли поставить? Даже не знаю. Так, что у нас еще там дальше есть? Мому. Мому вроде ставят на ланцеры. Что-то как-то все не очень. Так. А вот они, может быть какие-то подойдут? Блин, обычные, что ли, катки вообще поставить, не выпендриваться. Вот такие. Ну да, вот давайте такие. У нас же типа все-таки ралли. Побольше сделаем. Блин, как мне не нравится эта резина. Как она, у бога, выглядит. Как будто на каком-то, я не знаю, прям не знаю, на этом. На джипе, блин, на недорожнике. Она смотрится так. Ну что-то как-то вроде бы норм. Сейчас давайте, надо машинку покрасить. Я пока не представляю, в какой цвет. Давайте. Я дебил. Я дебил, блин. Надо было не то нажимать. А, черт, все заново. Йоу, и так, парни, я все вернул как нужно. Блин, что-то я ступил, нажал на ту кнопку, и все мои модификации отменились. Но я все вернул, все вернул, все как и было. Так, давайте покрасим наш автомобиль. И, наверное, покрасим мы его в цвет, похожий на цвет машины Брайна во втором форсаже. Как вы помните, там такой был салатовый, по-моему. Давайте найдем его. Примерно в похожий цвет долбанем. Вот, вот такой вот зелененький салатовый цвет. Мне нравится, прикольно выглядит. Давайте, хотя стоп, стоп, стоп. Это мы сейчас глянь, собирали. У нас есть металлик, матовый, преламутровый, краска пудра. Давайте посмотрим краску пудру. О, она как-то по-насыщеннее выглядит. Прям вообще дико насыщеннее. Так, хорошо. А здесь у нас чего есть? Металлик. Металлик как выглядит? Вообще, что-то краска не особо отличается. А, металлик больше блестит. Но она при этом какая-то неоновая вообще становится. Не глубокий цвет, мне нравится. Я люблю больше глубокий цвет, преламутр. Пленка, ну-ка, давайте посмотрим, как пленка выглядит. Так, ну слушайте, пленка-то вообще тупо выглядит, мне прям нравится. Да, давайте вот такой цвет поставим, тут выбрать толщину пленки. О, слушайте, блин, охренеть. Вот это круто. Блин, мне этот цвет очень нравится. Вот это тема. Вот это тема. Охренеть. Все, окей, покупаем. Все как надо. Так, ладно. Приобретаем краску. Так, а котки походу красить нельзя, да, насколько я помню? По-моему, нет. Ну что, пока что так оставляем. Проверяю еще здесь модификацию хоть не сбросились. Нет, не сбросились. Все хорошо. Сколько у нас потрачено бабок сейчас? 72 тысячи на все это потрачено. Хорошо. И погнали теперь проходить гоночки на ней. Посмотрим, как она управляется. Начинаем, конечно же, гонку. И Лига 6. Что у нас тут вообще нужно делать? Выберите к лицевой гонку. Король дрифта или лето-поля. Так, давайте смотрим все соцсетания. Плицевая гонка. Нужно целых троих напугать. Угу. Ну хорошо. Погнали, погнали. Так, оп, нажимаем. Итак, гонка у нас будет проходить в Италии. И посмотрите, довольно жуткие повороты. Мне это не особо нравится. Но я надеюсь, справимся с управлением Ланцера. А то меня в комментариях начали пугать, что все так тяжко. Но, надеюсь, не будет тяжко. Как обычно. Ну и нужно сейчас сразу быстренько ставочку поставить. С каким-нибудь чуваком забиться, чтобы прям... А что только одна дверь открытая? Я хочу, чтобы две двери были открыты. Так, Кен, Тайрон, Николас, Бобби, Леон, Карл. Так, мне говорили вроде то, что с Бобби надо забиваться на ставки. Он типа все время удваивает. Давайте посмотрим. 15 тысяч. Давай посмотрим, что тут у нас. Да, ставка повыше на тридцатник. Окей, хорошо. Блин, 30 тысяч на ставках. Это уже жестко. Видимо, ребята тут получше будут ездить. Так, все, я понял. Теперь будем с Бобби постоянно забиваться. Так, хорошо. Нам нужно напугать целых троих. И надо глянуть, кто это такие у нас. А, вот, Тайрон. Давайте его напугаем. Во-во-во-во-во-во. Хочу Тайрона напугать. Тайрон. Да блин, их тут пока напугаешь. Все, вообще всю гонку просрешь. Ну и в жопу потом в следующий раз. Жесть какая-то, блин. Слушайте, а тачка-то не так топит, как я думал. То есть, я прям рассчитывал на то, что... А, фак. На старте я их всех сделаю. Но нет. Блин. Что-то она не очень поворачивает. Так, стараемся, стараемся. Так, так, так. Нет, догоняемся, догоняем. Оу. Трехсотенькая. Ниссан Фэйр Леди. Сейчас мы на него немножко... На нервишечке. Ему подействуем. Чувак, я не буду от тебя отставать. Опа. Минус один. Оу. Больно, я в стену прилетел. Ой-ой-ой. Что-то я сегодня вообще не... Совсем разучился водить, походу. Давай, 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 ланцер. Давай, топи, топи, дорогой. Блин, сзади прям поджимают. Сколько у нас? Чего? Пять кругов? Да ладно. Серьезно? Воу, Бобби, нихрена себе. Да, пять кругов. Ну ладно, за пять кругов мы, может быть, их напугаем. Ну, Бобби что-то охамел вообще, слышь, парень. На свой ауди ТТ. Иди в жопу. Иди в жопу. Иди в жопу. Блин, ну аж шустрый какой. О, минус капот, блин. А, черт. Так, давай, ланцер, я верю в тебя. Я верю, что все будет хорошо. Ты уже у нас топовая тачка. Все же хотели тебя. Я даже классовая не стал запускать из-за того, что... Ну просто дохрена народу хотели этот ланцер. Так что все ок. Топим. Блин, они там какие-то шустрые. Тут еще проблема в том, что дорогу особо не срежешь. Точнее, как особо. Тут вообще не срежешь дорогу. О. Да ладно. Я... Я... А, нет, я врезался, что ли? Блин. Давай, давай, ланцер, давай. Так, значит, надо бы от них уезжать на самом деле. Потому что хоть и второй круг, но... Я могу где-то ошибиться, и они потом меня сразу нагонят. Так, сейчас будет... Бобби опять тут жесть устраивает. О, еще дрифтуна дали. Ну ладно, погнали. Тут не дружечку врубим. Да, смотрите, прям уехали. Уехали от него, да, вообще спокойно. О, все, я хоть в этом повороте тормозить научился. А то постоянно пропускал его. Блин, мне, конечно, обидно, что у нас наш карбоновый капот улетел в небытие. Это печально. Хорошо, что здесь нет такой темы, как в Pro Street, что после каждой гонки нужно тачку чинить. Это было бы жестко. Представите, сколько тут придется всего денег тратить на все это. Кстати, блин, Pro Street с этим вообще тяжко. Потому что там и денег не особо много дают. Здесь хоть можно нафармить себе в облица за счет этих ставок и так далее. Бобби, конечно, молодец. Очень щедрый парень. Мне понравилось, что он ставочку удвоил. Красавчик вообще. Во, а что вы там так близко, ребята? О, я тоже стену собрал немного. Давай. Давай, Ланцер. Я верю в тебя. Немножко тут нитрушечки подбавим. Блин, тут, конечно, поворотов на всех трассах очень много. И при этом, когда нитр врубаешь, это не особо эффективно. Потому что, ну, приходится просто на совсем маленьких участках ее включать. Нитрушечку нашу. Буду немножко дрифтуна давать в поворотах. Чтобы, опять же, нитроса побольше были. Кстати, уже четыре круга. И это, походу, становится уже так же, как, знаете, в андеграундах раньше было. То есть нас берут на усталость. Нужно намотать много кругов. Черт, 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 черт. Плохо зашли в поворот боком. Так. Немножко еще дрифтуна. Теперь нитро. Закись вас, гена. Давай. Давай, ланцер, топи, мой дорогой. Мой любимый ланцер. Давай. Ты будешь моим любимым ланцером. Понял? Если мы не выиграем с тобой, ты не будешь моим любимым ланцером. Вот так вот. Ребята, давайте ставим лайки. Поддерживай меня, чтобы я тут не накосячил. Блин, сколько поворотов. Их слишком много. И эти 30 FPS мне просто не дают нормально ехать. Боже мой. Давай. Давай, игра. Давай, машины. Езжайте. Топи, 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 топи. Есть. Супер. Ушли на взлет, да, как говорит комментатор. Так, хорошо. Давайте здесь немножко нитрушечки потопим. Опустошим наш резервуар с нитрухой. Так, еще в дрифте вошли. Вот, короче, нужно такой стратегии придерживаться. В каждом повороте немножко подваливать боком, чтобы потом как-то хоть на нитрухе выезжать. О, а что там шины сами с собой прыгают? Жесть какая. Вайлансер. Не, ну, кстати, не особо его носит. Я не знаю, что-то мне парень написал, что вот, лансер носит. Не, ни хрена не носит, нормально все. Вроде не сильно несет. Не, ну, если сравнивать со скайлайном, да, конечно, скайлайн более вырезается в дорогу. Лансер вон, смотрите, прям нормально так унесло. Но все равно едет хорошо. Довольно-таки все устойчиво. Особо он никуда не пытается уехать от нас боком в стену, как это, например, было со сливой. Ну, вот тут вот, да, вот тут было, конечно, немножко стремно. Зато мы тут хорошо прошли повороты. Сколько же тут резких поворотов. Я только сейчас привык к этой трассе и что-то как-то машину глюкнуло, что ли. Блин, какая-то произошла, и она прям резко замедлилась. Немножко нетрушечки здесь подбавим. Так, тут вот этот поворот плохой. И где финиш? Где-то здесь он должен быть и есть. Мы приезжаем первыми. И что мы выполнили? Несколько заданий выполнили. Точнее, два всего. Офигеть, два задания все выполнили из кучи заданий, которые нам надо было выполнить. Супер. Так, ну, значит, выигрыш у нас 22 тысячи и 60 тысяч у нас еще. Вот так вот мы на ставочках выиграли. Супер. А, во, нормально, не. Нормально все у нас как надо. Конечно, блин, не все задания выполнили, но тем не менее, тем не менее. Так, ну что, ребята, погнали в следующую гонку. И там будет, наверное, что-то интересное. Ну, давай. Так, угу. Там, как всегда, статистику показывают сохранение. Так, Лига 6, то есть у нас процентов уже сразу за одну гонку. Неплохо, неплохо. Так, что у нас там осталось? Ставка зрителя, что ли? Что это? Что это задание такое? Давайте посмотрим. Мне прям интересно. Этот зеленый человечек там. Выиграть пари в 10 тысяч у Леона Тирова. А, надо было на Леона поставить. Ну, ладно. В следующий разок. Уже тогда я это сделаю, не на запись. Так, кольцевая гонка. Гонка на выносливость. Окей. Ага. И тут опять надо с Леоном, что ли, забиться? Странно. Звучит ли он? Я как будто сейчас букмекерскую контору рекламирую. Ну, ладно, давайте с ним тогда сейчас забьемся на ставки. О, тут какая-то трасса вообще не очень сложная. Ну, хорошо. Прямая трансляция из США. Так. Да, 5% скидка, кстати. Вот написано здесь на загрузочке. Блин, красивая трасса. Кольная. Так, гонка на выносливость, я не знаю. Ага. Обычная гонка по замкнутой трассе. Где Леон? Вот, Леон. Ну, давай, чувак. Посмотрим, сколько ты сможешь поставить. 15 тысяч я тебе ставлю. Ставка при... Нормально, даже не удвоил. Что за лошара, а? Ну, блин, он правда на мяти. А, не, не мятый, FTO. Только толкаться будешь на танцполе. Да, я твой FTO все равно запихаю, чувак. Уж сорян. Прости, прости. Это просто гонки. Это просто бизнес. Ничего личного, как говорится. Так, Тайрона надо напугать. Как-то это, он же братюня, а на лансере тоже. Что-то как-то его пугать не очень. Оу. Да, блин, он... Ну, что за говнюк, а? Ни себе, ни людям. Прекрасно. Сместили ту, которая орет прекрасно. Блин, а тут не трушечки особо не заработаешь. Повороты хоть и резкие, но не такие прям. Воу. Блин, 15 кругов ехать. Жесть какая. Да ну, блин, а че он так улетел? Че за фигня? Что за фигня? Почему они все меня обгоняют? Какого хрена? Что происходит? Откуда у них у всех нитро? Че за жесть? Окей. Так. Смотрите, без нитрухи я их всех догоняю. Блин, у них... Что за фигня, блин? Что за фигня? Тайрон, иди в жопу. Может, это все заскриптовано, а у них они специально так едут, потому что они вроде не дрифтят. Ну да. Да он у вас в жопу, блин, задолбали вы. Воу. Минус один. Че там он вообще уехал вперед? Дико как-то охренел. Давай, 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 догоняй его, ланцер. Нельзя его упускать слишком вперед. Так. Все, начинает замедляться. Немножко еще нитрушечки под баю. Давай, давай, давай. Теперь тут дрифтанем сейчас. Да откуда у них у всех нитро столько? Давай, давай, давай. Блин, да что ж такое? Все догоняют. Че за херня? Надо, короче, тут как-то совсем осторожно ехать. Ихнули опять ее. Че-то постоянно ей не везет. Бедная Кейко на Е86. Блин, да что ж такое? Хотел по узкому радиусу его обогнать. Пошел в жопу, блин. Отстань, отстань, отстань. Не пропущу, не пропущу. О, прям. Да как он так обгоняет в поворотах? Все, иди нахрен, чувак. Да офигеть, а. Бобби, успокойся, пожалуйста. Жесть, просто жесть. Пять кругов пока. Пора, короче, уезжать от них. Они меня задолбали. Не хочу, чтобы они меня преследовали. Блин, вот это реально гонка на вынослив. С 15 кругов просто охренеть. Я-то и Голиаф не всегда выдерживаю приезжать в Форзе. А тут надо 15 группов по довольно напряженной трассе проехать. Чуть-чуть черканули. Воу, кто-то там врезался и устроил массовую аварию. Вообще супер, вот это шикарно. Я люблю, когда такое происходит. Так, хорошо. Давай, 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 давай. Опять задели забор. Да что ж такое? Да и на большой скорости я врезался в стену. Хватит. Блин, комментатор немножко подбешивает, когда он вот эти одни и те же заскриптованные фразы говорит. Воу. Блин, да что они? Они врубают нитро и просто со всей дури в покрышки влетают. Это мне очень сильно напоминает логику игроков в мультиплеере в Форзе Хоризон 3. Они все время в повороте пытаются в тебя влететь и об тебя затормозить, потому что по-другому никак тебя обогнать не могут. Так и здесь боты поступают. Это очень странно. Это очень странно. Так, ну что же. 8 кругов. Офигеть. Это реально на выносливость. Блин, чуваки, просто... Почему машина не поворачивала? Блин, опять этот. Грёбаный ты... А, это другое. Оу, щет. Это было больно. Давай, давай, давай. Да иди в жопу, Леон. Блин, я не могу, когда я говорю Леон, мне прям сразу вспоминается. Вы поняли. Давай. Немножко не трушечки на выходе. Отлично. Да что такое? Постоянно меня тут к стене как магнитом тянет. Давай, 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 Леонсер. Блин, у меня просто... Я даже не успеваю как-то реагировать на повороты. Тут настолько всё быстро происходит сейчас. Это просто жесть. Десятый круг пошёл. Я начинаю уже уставать, реально, чуваки. Потому что тут нужно всё время на очке сидеть. Если бы я как-то уехал от них, они меня не особо напрягали, это было бы круто. Но сейчас просто какой-то экшен. Этот ФТО никак успокоиться не может. Опа! В заборчик он хотя бы въехал. Это радует. Такой прям звук рядом будет. Металлический. Скрижет металла об металл. Давай, 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 Леонсер. Блин, конечно. Он, кстати, мне не нравится, как дрифтит. Он немного неуправляемый дрифте. И его довольно сложно боком поставить. Ооо, минус задний бампер! Чёрт! Да ё-моё! Я, когда меня обгоняют, тоже начинаю паниковать. Да что ж такое, а? Говнюк ты такой. Иди нахрен. Блин, просто офигеть. Просто жесть. Я всю нитру, всю нитру везде использую. Немножко дрифтуна. Да давай ещё чуть-чуть. Блин, да? Ты ё-моё! Почему он меня здесь постоянно обгоняет? Это реально скрипт, что ли? Блин. Давай, 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 давай. Блин, реально сложная трасса. Я думал, она будет легче. На такой скорости она становится сложнее. Намного сложнее. 12-й круг, сейчас будет уже 13-й. И они всё никак не могут от меня отстать. Блин, да что ж такое, а? Так, ещё немножко дрифтуна. Блин, по идее пускай он здесь меня обгоняет. Это, конечно, не перед финишем всё-таки. Я сейчас буду, короче, копить нитру. Потому что... Мне её реально не хватает. Так. Хорошо. Вроде они там отстают потихоньку. Блин, нужно, конечно, их это пугать. Реально. На нервы им наседать. Тогда будет всё окей. Так. Надо, короче, у меня тоже волшебную кнопку понажимать. И просто поисчезать. Немножко так. Так. Отлично. Включаем космическую скорость. Так, давай, давай, Ланцер, давай. Блин, они вообще не отстают. Последний круг, последний круг, ребята. Это очень напряжённо. Очень напряжённо. О, нетрушечка, 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 нетрушечка. Отлично, уехали от него супостата. Догнать нас хотел говнюк такой. Не пройдёт у тебя это, не пройдёт. Мы настроены на победу. Мы должны приехать на первом месте. Всё будет, всё окей. Так, да-да-да-да-да, давай. Здесь мы можем включить нитрай. Е-е-е. Ребята, мы прошли эту гонку. Е-е-е. Офигеть, чуваки. Просто офигеть. Ага. Это было сложно. Целых 15 кругов. Сколько нам за эту гонку-то дадут? 23 тысячи всего? За такую гонку? Как за любую другую? Чё за фигня? Пари мы выиграли с этим чуваком. А, ну вот, мы выполнили это задание. Хорошо, что не в одной только той гонке. Надо было его выполнять. Можно ещё было и в этой выполнять. Всё отлично. Прошли задания. Прошли гонку на 15 кругов. Блин, а чё будет дальше? В первой лиге вообще будет по 100 кругов, что ли? Это, конечно, будет жёстко. Я, наверное, охренею столько ездить. Так, ну что, надо ещё посмотреть, сколько у нас там гонок. Ага. Так, готово. Ну, сохранение давай. Так, чё у нас там дальше получается? По гоночкам. Мы пока только две проехали. Офигеть за эту серию. Так, кольцевая. Последний герой. Кольцевая. Дрифт-ликвидатор. Хорошо. А сколько нужно, чтобы пройти в следующую лигу? Так, коллекция, деньги. А чё-то не показывается, сколько нужно, чтобы пройти в следующую лигу. Вроде до этого показывалось. А где? А может быть здесь пока? А, вот, задание для повышения 5. Надо 5 заданий ещё выиграть. Это значит, дрифт-ликвидатор нам нужно выиграть. Выиграть соревнование король дрифта. Любое соревнование по дрифту нужно выиграть. А тут можно сколько? Так, выиграть командную гонку. Выиграть кольцевую гонку. Гонку за машину. Да ладно. Соревнование по дрифту за машину. О, ребята. Я чувствую, следующая серия будет очень крутая. Можно будет выигрывать тачки. И это прям вообще супер. Да, вот. Гонка за машину кольцевая. Здесь у нас и в дрифт, король дрифта. Ещё одна гонка за машину. Охренеть. Офигеть. Кольцевая гонка, король дрифта. Дрифт-ликвидатор. Блин, круто. Очень круто. Ну что, ребят. Давайте-то в следующей серии будем проходить все эти прекрасные гонки. Ну а на сегодня это всё. Всем спасибо за просмотр. Меня зовут Дима OnePoint. Не забывайте подписываться на канал, если ещё этого не сделали. А также ставить лайкусик этому видео, если, конечно же, оно вам понравилось. Ну и напишите, кстати, в комментариях, какое сразу же следующее соревнование нам проходить. Я обязательно это прочту. И мы начнём это соревнование проходить первым. Итак, всем пока-пока.